Всех витаю, дорогие мои друзья! Всем привет! Я в Каневе! Я в Каневе! Сегодня температура у нас обещают до 21 градуса тепла. Представляете? 21 градус тепла! Петухи поют в Каневе! Ой, красота! Солнце! Ну, ветер! Понимаете, было бы еще теплее. Вот мы почувствовали бы лето, но мы не чувствуем, потому что ветер такой прохладный. Но все равно, видите, я в одной легкой кофточке. Кто-то меня просил показать Васину машину. Пожалуйста, вас! Но вас, эта машина, была изготовлена на Луцком автомобильном заводе. Это на Волыне, это Украина. Покажи вас, покажи вас. Вот вам, у вас, украинское производство. А вот не вас. Вас и не вас. Сейчас поеду. Буду сдавать задом. Я не знаю, как я буду задом сдавать. Непонятно. Хотя там есть и датчики, и зеркала большие. Но мне что-то страшновато ехать задом. Не знаю, как вот научиться так, чтобы ехать, знаете, без страха, чтобы ехать так вот. Вот любят некоторые руль. У меня одно время такое было, что мне очень нравилось сидеть за рулем. И так вот я ездила, знаете, вот было спокойно. А сейчас... Лёба, надоело ты нам со своей машины. Я это уже все слышу. Ну, Вася вот приготовил везти. Мы хотим взять батат. Я хочу попробовать приготовить батат. Говорят, это полезнее, чем картошка. Крахмала здесь и нет, но вкус такой, как у картошки. Это будет очень вкусно. Это мы салаты приготовим маргелландскую. Я вам показывала. Это все домашнее. Грушу уже, Вася, собрал. Так, пусть еще листья попадают. Я приеду и соберу. Ну, соседи, видите, там что-то жгут уже. А вот этот виноград такой вкусный, такой вкусный. Ну, уже начал даже это... Немножко... Сладкий. Уже начал увядать. Надо его срочно собирать. Немножко возьмем. Ну, тот вкуснее. Вот тот вкуснее. Сладкий, который красный, он вкуснее. Вася седу не заносит домой. Как не нравится он ему. И он не хочет его заносить. Я сейчас занесу. Жалко мне его. Всех витаю, дорогие мои друзья. На вокзале я Васю провожаю. Вот кофе пьем. С донами в руках. Осталось где-то 40 минут, да, нам? И по цему есть. Да, да. У тебя такое оно более, скажи, такое густое, не густое, а крепкое. Более крепкое у тебя. А у меня более мягкое. Все. Василий, пожелаем счастливого пути. Да. Всем привет передавай. Всем привет передаю. Нет, я имею в виду в Праге и Германии. Я отсюда передаю. Это вот приехал поезд из Перемышля, из Польши идет. Поэтому такая музыка. Обычно под эту музыку встречают поезда. Это 716-й. А наш будет вот на этой коле. Тот будет на 9-й коле прибывает, а наш на 10-й. Умри, а ты же, ты на крылах ноги, я к тебе не любил, ты, ты не любил. Вот под эту музыку будут выходить пассажиры этого поезда. А Вася вот. А я им боюсь. И рюкзак еще. Спасибо. Весь багаж, да. А как птица. Налетишь. Все, давай. А это, что оказалось за письмом? 716-й, который, да. Казалось, что 40 минут, но и наш пришел. А он уже пришел без опоздания, да. Ну так думали. На Салотвино сейчас пойдет еще. У нас через полчаса только будет, Вася. Мы еще заранее вышли с тобой. Да, здесь знаешь, сколько людей будет через полчаса? Все же в последний момент бегут. Так что можешь оставить сумки еще. Рано. Держать тебе столько. Ты что? Нет, поставлю и сразу пиди. Нет, не переживай. Всех летаю, дорогие мои друзья. Сегодня 2 ноября. Ноябрь уже. Ноябрь. Четверг. Я дома. Я в Киеве. Вы, наверное, вчера думаете, почему не было видео. А Люба как попадает домой, она сразу становится лентяйкой. Ничего не хочет снимать. На улице ноябрь. На улице ноябрь. Но на ноябрь не похоже. Такое ощущение, как будто бы август месяц. Представляете? Такая теплень. Вот видите, я стою, открыт балкон. Я стою на улице, вот, в летнем платьишке. И не мерзну совершенно. Я, правда, уже искупалась только что. И вы скажете, я уже вижу, дорогие мои зрители, что вы заботитесь обо мне. И говорите, Любочка, дорогая, ты после душа не выходи на улицу. На улице будет холодно. Все-таки обманчивая погода. Спасибо вам большое, дорогие зрители. Спасибо. Я знаю, что вы у меня самые лучшие. Сейчас я вам переверну камеру, покажу погоду в Киеве. Показываю погоду в Киеве. Посмотрите, разве это видно, что это ноябрь? Это ноябрь. Это ноябрь. Это ноябрь. Вообще все почти зелененькое стоит. Вот вам и ноябрь. Солнце уже высоко. Но еще утро. Время, время, время. Сейчас без двадцати десять. И Люба только завтракает. Я, правда, давно проснулась. Я проснулась уже, было, наверное, семь утра. Я так думаю. Сейчас Люба будет завтракать, завтракать. Вот мой завтрак, который состоит из овсяной каши. Ну, там ее немного. Это в основном фрукты. Киви, апельсин, яблоки. Все очень вкусное. И хурма. Хотела нарезать, но она сильно мягкая. Хурма сильно мягкая. Поэтому не знаю. Если, может, я половину съем. Ну, фрукты съем, а каши половина. Тогда я хурму съем. Нет, значит, не доем. Мед, мед. Еще медом так полью. М-м-м, такой будет у меня сейчас завтрак. Медом полью. Мед мы покупаем на волыне. Угу. С волыни. А там, знаете, пчелы собирают в лесах. Очень большой-большой хвойный лес не спадает. Там очень полезный мед. Вот, потому что собирают его пчелы в лесу, где экологически чисто. И цветы не просто цветы, а цветы лесные. Так, ох, все, красота. Приятного мне аппетита. Позавтракала. Не съела все-таки, потому что оказалось слишком много. Не съела, так кушать хотела. Что, думаю, поем, потом дальше доснимаю вам. Вышла опять на балкончик. Так не хочется даже домой заходить, потому что погода, погода супер просто. Ой, аж хочется так дышать. Ну, правда, у нас тут сильно не подышишь, потому что ездит много машин, и загазованность большая. Пыль они, наверное, поднимают сюда, я так думаю. Знаете, что хотела вам показать? Смотрите. Смотрите, какая ваза красивая, да? Это знаете, кто подарил? Это подарила Оксана. Когда мы были. Вот с этими цветами подарила Оксана. Когда были в Германии, подарила нам такую вазу. А это Оксана подарила. Когда сюда приезжала, здесь была, приезжала к тете Томи и к тете Свете и подарила живой букет. Красивый такой, смотрите. Величина как используется. Красиво, да? Во флористике. Ой, погода, погода, супер. Но мне надо ехать сегодня поменять колеса на машине. Я думаю, что как-то я их подниму. Не будет они. Я сначала думала, что они с диском этими. Думаю, не подниму. Просила знакомых, говорю, помогите мне донести. Хотя бы они в подвале лежат, надо ходить с подвала в машину. Потом своему дружбану позвонила Юре. Юрка говорит, ладно, прием. Безотказно. Вот друзья у меня. Видите, какие? Юра тоже никогда не откажет. Что не попросишь, Юра всегда. Ну, я тоже, конечно, когда попросят, тоже помогаю. Вот такие у меня друзья. Классные просто. Юра говорит, ладно, после обеда приеду. Сейчас, наверное, ему позвоню, скажу, Юра не приезжает. Валера позвонила Валере. Валера говорит, нет, они, говорит, вообще не такие тяжелые. Поэтому уже даже думаю, ладно, тогда сама справа. Сейчас буду звонить Юре, скажу, чтобы уже не приезжал. Юра до обеда работает. То есть обеда, говорит, зайду. Еще что хотела вам показать. Даже, наверное, переверну камеру. Это тоже подарила Оксана сейчас. Как вам снять, показать? Вот подарила Оксана. Вот такую штучку. Не знаю, как она называется. Вставляется сюда. Ой, уже работает, надо выключить ее. Вот сюда наливается молоко. Вставляется сюда. Закрывается крышка. И образуется пенка. Ладно, покажу. И еще Оксана подарила в последний раз, когда... Предпоследний раз, когда я была у Оксаны, значит, она подарила вот такую кофемашину. Так что в кафешке теперь не ходим. Ну, все равно, конечно, будем ходить. Сейчас вытру. Что-то тут пыльное мне показалось. Наливаем водичку сюда. Вот я и говорю, Оксана, помоги мне машинку выбрать такую маленькую. Я у них когда была в Германии, говорю, Оксана, какая у вас удобная машина. Всего три кнопочки. Она, тетя Люба, я вам такую точно подарю. Что нашла Оксана? Так, видите, дырявит. Вот капсульная должна быть такая. Капсула должна быть, видите? Вот такая использованная. Я ее выбрасываю. Тамара накупила. И я в прошлый раз... Сейчас. Тамара купила вот таких несколько упаковок даже. Вот эта пачка, я считаю. Пачки я даже не знаю, сколько здесь штук. Сейчас закрыта она. Вот. Не знаю, сколько там штук. Написано, не написано. Эспрессо. Ну, наверное, 10 штук, я так думаю. Чтобы не отвлекать вас. Значит, вот эту капсульную вставляю вот так. Закрываю. Водичка должна быть налита. У меня налита. Сейчас вам показываю. Вот. Налита водичка. Дальше ставлю кружечку. А, забыла. Еще вставляем сюда. Вот так. В розеточку. И теперь нажимаем. Вот загорелась. Вот эта кнопка. И нажимаем. Я что-то не очень дружу с этой. Сильно надо. Один раз нажать. А я опять 10 раз буду нажимать. Ну, сейчас послушаем. Если не заработает, надо выключить. Подождать, когда полностью отключится. Факер был пьяный. Фокус не удался. Да. Придется ждать. Сейчас. Знаете, изначально надо кнопку сильно нажать. И тогда сразу же и льется кофе. Но я сейчас всегда так слабо нажимаю. И у меня с первого раза не получается. Надо ждать, пока все отключится. И еще раз. А, молоко. Молоко. Сейчас. Достал молоко. У нас продаются вот такие вот штучки. Специально для живых пакеток я называю. Живыми пакетами. И молоко у меня пряжиное. Пряжиное. Топленое. Топленое молоко. Так уже хочу скорее кофе. Пока снимаешь. Пока то все. Так. Ой, много не надо. Чуть-чуть надо. Вообще-то я еще добавляю сюда, вообще-то, вообще-то, добавляю сюда еще сливки. 33-процентные. Но сейчас сливок нет. Вот посмотрите, все, насколько это удобно. Я, наверное, перелила молока. Видите, надо чуть-чуть. Один раз надо чуть-чуть. Насколько все это удобно. Закрываю крышечкой. А, нет, еще есть, смотрите, вот такая штука. И вставляете в нее вот так вот эту штучку, вот такую штучку, вставляете сюда. Вот так. Я тоже не помню, как она. Я не так часто готовлю, поэтому вот так, смотрите. Вставляете сюда, вот так, чтобы получилось, так. И вставляю сюда. И закрываю. Вот так. И нажимаю кнопочку. Все, пошло работать. Показываю. Видите, взбивает. Эх, если бы со сливками, было бы классно. А ну, давайте попробуем теперь эту включить. Получится, не получится. Моргает. А надо, чтобы моргала или не надо, кто знает. В основном, Тамара заваривает, поэтому я... Она говорит, я уже привыкла заваривать. А ну, сейчас попробуем, давайте. Все, ждем. Оно должно загудеть. Не гудит. Да, что ж такое. Хотела вам похвастаться, что быстро делаю. И как назло. Так. Что делаем? Тогда ждем, когда мы еще раз. О, жалко мне сейчас, видите, молоко, как уже взбилось. Смотрите, как взбилось. Так, здесь выключаем. Смотрите, как взбилось. Я вам даже покажу. Продемонстрирую. Как оно взбилось. Видите? Стая, густая пенка образовалась. Красота. Красота. Теперь бы кофе у меня включилась. И будет хорошо. А ну, давайте еще раз. А ну, если открыть. И закрыть. Так. Ой, чашечку вставим. О, пошла, пошла, пошла. Работ не надо даже было и ждать, оказывается. Сейчас, видите, оно думает. Это компьютер. Должен думать, думать, думать. Вот, пошло. Видите, как все просто. Угу. Угу. Не надо, я уже смахалась. Пошло, пошло, пошло. Вот. И будет кофе. Я давно мечтала о такой машинке, чтобы всего две кнопочки и все. А какое устройство простое, да? Ой-ой-ой, что это? Все. Ммм, какая вкуснятина. Хочу спасибо сказать Оксане. Оксаночка, тебе огромное спасибо за кофе, за цветы, за вазы. Спасибо большое. А Настя недавно ехала, летом сюда приезжала, везла подарки. Такие тяжести, мы с ней вдвоем ехали. Я говорю, у меня нога болит, я аж не подниму. Она говорит, мама Люба, не трогайте, я сама такие тяжелые сумки, посуду везла. Подарок нам, в Канев, еще кому-то везла. И такие тяжелые. Я говорю, Настя, ну зачем, что у нас такой посуды нет? Нет, такой нет. И дали, поэтому и Насте большое спасибо. Светланка тоже дали. То обувь, то еще что-нибудь. Ну вообще, Люда. У нас такая молодежь золотая. Боже мой, все добрые. Хозяечки все такие. И вообще, вот что не попросили. Вот Оксана, да, попросили. Оксана, когда мы с Тамарой, со Светой ездили в Германию, говорю, составь нам, пожалуйста, такой маршрут, чтобы мы могли вот Германию, несколько городов Германии посмотреть. Она так все продумала. Вы же видели, как мы с Тамарой, со Светой ездили. Посмотрите видео. Просто я сама его пересматриваю. Обожаю это видео. Также бамбер, как мы смотрели. Вообще, столько интересных видео, конечно, о путешествиях. А я думаю, вот так вот сижу уже, думаю, боже мой, никуда не пойду. Никуда не пойду. Вчера вот Васю проводила на вокзал. Пришла домой и думаю, ничего не буду снимать, ничего. Вообще все, буду отдыхать. Несколько недель буду отдыхать. Стала мне, Люба, к новым приключениям. Надо, надо. Как-то, ну, я привыкла так вот. Люблю путешествия. Что ты сделаешь? Да и что будет для Вас очень интересное скоро. Путешествие небольшое, недалеко. Но мы с Вами обязательно поедем. Сюрприз для Вас готовлю. Надо пить чай. Ша остынет, пенка сядет. Муравейник закроется, солнце скроется. Как раньше было весело, хорошо нам. Девчонки придут, смеются, что-то готовят. С детьми, шум, гам, в Каев едем. Ну, кто у меня первый раз на канале, посмотрите, сколько у меня было интересных видео. Все вместе с нашей семьёй. Ну, сейчас, видите, кто куда. Было очень хорошо, были хорошие времена. Я даже, наверное, на превью картину поставлю, как мы раньше все вместе баловались, что-то придумывали интересное. Даже у меня в телефоне сохранилось, как Оксана с Настей вместе что-то там чудили, я их снимала. Были такие классные времена. Захотели, поехали. Одни приезжают, другие уезжают. Нам весело. А сейчас такой синдром опустошённого гнезда, как Тамара говорит. Есть, но мало уже. Не так все девчата, все внучата. Скучаем. Вчера вот с Вероничкой разговаривала. Вероничка. Бабушка Люба, я хочу, чтобы ты здесь со мной была. Здесь. Я говорю, а где здесь? Здесь, на кухне. Вот на этой кухне, говорит. Я когда там была, она меня не хотела отпускать. Я когда там, в Праге, она меня не хочет вообще никуда отпускать. Даже кушает сидит. Телефон перед ней поставили, она так кушает. Я только встаю. Думаю, пока она отвлечётся, я встаю. Она сразу раз замырует. Сидите. Я сижу рядом опять. Чтобы никуда не уходила. На секунду, чтобы я не уходила. Бабушка Люба, я скучаю. Раньше привозили её, она 2-3 дня у нас. Потом и Настя, и Ева полностью занята. На работе, потом приезжает, забирает. Опять и нам было хорошо, и детям было хорошо. Видели часто. Я соскучиваюсь. То, что собралась. Несколько остановок, и я у них уже. А сейчас... Вероничка ещё маленькая. Она не понимает, почему бабушка Люба уезжает так надолго. Ехали из Карловых Вар. Она заснула. Перед самой Прагой она проснулась. И всё равно сонная. Когда вышли с автобуса на городской пересаживаться. Я её держу, взяла на ручки. Она так мне на ушко жепчет. Говорит, бабушка Люба, я тебя так чекала, я тебя так чекала. Скучает очень сильно. Я тебя так люблю. Ева записывает смс, как она говорит, бабушка Люба, я вас люблю. Бабушка Тома, я тебя люблю. Так, не будем грустно, когда куда-то идёшь. Потому что вот здесь бы Вероничка покаталась бы, здесь бы Ева покачалась бы, поскакала бы. Тут Юля бы любит. Она вот здесь вот гулять. Вовик любит здесь гулять. Вот в это кафе их нелюбимое, их было любимое. Вовик любил вот это. И хочешь, конечно, всё равно всё время думаешь о них. В любую секунду может прилететь. Вот сегодня была тишина, а вчера, когда Вася у нас ночевал, несколько раз были воздушные тревоги. Я говорю, Вася, воздушная тревога. Вася говорит, нет, меня не будите, не контуйте, я не буду вставать. Будет, что будет. А я оделась, и Света оделись, взяли сумки, всё, документы, всё. И выходим. Я в коридор выхожу, Света, в этот коридор. Я туда подальше. Сидим, пока не было хорошо, не так долго была воздушная тревога. Потому что написано, летят ракеты. Если шахеды, то могут сбить, и так осколки попасть. Если дальше сидишь, ничего. А если ракета, то ничего ж не поможет. И уже думаешь, бежать в подвал, не бежать в подвал. Понятно, что надо бы как бы. Ну, всё время, вот, Николаевский ванёк, всё время инсайдеры, вот эти вот смотрим, что если летит на Киев, уже написано, тогда уже идём в подвал. Если другие области, значит, уже там или мопеды, то уже мы сидим в коридорах. Такая вот жизнь. Очень хочется, конечно, быть, чтобы внуки были рядом. Дети, внуки, чтобы были все рядом. А кто будет писать, что вот ты артистка, там, ещё что-то. Пишите, что хотите. Вот только те, кто живут на территории Украины, это всё понимают. кто сидит под воздушными тревогами. Это всё понимают. У кого дети за границей, это всё понимают. Хочется, чтобы поскорее был мир. Сейчас пойду, сейчас пойду, перекину деньги на ВСУ. Слава ВСУ, слава героям, слава Украине. Большое-большое спасибо нашим защитникам. Хай и бог выражай. Как говорят здесь, у нас на Украине. Баба Люба. Баба Тома. Баба Тома. Биви, Баба Тома. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Тоже сильно. Тоже сильно. Ты наиграйся. Ты наиграйся. Баба Тома. Кружите. Ну, за что-то тесно-вероничка. Сегодня я домой в парк сегодня. Луно-парк. Луно-парк. Скажи, там я карусюлю. Там я карусюлю. Там я машинка. Там я машинка. Там я лошадь. Там я лошадь. Трица Вероника. Я сына-то люблю.